Консоциативная демократия Модель социально-политических преобразований в Армении Следует поставить мысленный эксперимент и проследить возможную динамику ее реализации и последствий Модель этой демократии была выработана главным образом для объяснения путей достижения политической стабильности в многосоставных обществах Стабильная демократия нуждается в балансе, как уже здесь отмечалось, домогенности и гетерогенности При этом она предполагает нейтрализацию или хотя бы смягчение социальных расколов, расщеплений То, что в англоязычном политологическом дискурсе именуется social cleavages Посредством пересечений, то есть частичного наложения сегментов Иначе говоря, социальные группы, которые гомогенны по одному измерению раскола, например, принадлежность к одной и той же этнической группе Являются гетерогенными по отношению друг к другу по другому измерению Например, по партийной или религиозной принадлежности Можно взять, например, наличие или отсутствие высшего образования по типу местожительства и так далее Ну и, соответственно, наоборот Поскольку по ряду параметров лица из разных социальных групп чувствуют солидарность при взаимном пересечении То это делает их менее радикально настроенными, более склонными к компромиссам, приводит к их сближению и так далее В идеале баланс между разнонаправленными векторами сил, притяжения и отталкивания масс людей и обеспечивает стабильность демократии То, о чем говорил здесь Хайк, это баланс между центростремительными и центробежными силами, то есть силами сближения и раскола Но когда социальные группы в основном не пересекаются, то нарастает размежевание, сегментация и антагонизм между ними и разделительные линии в обществе углубляются Иначе говоря, групповая и субгрупповая идентичности значительно превалируют над трансгрупповой идентичностью, а возможно и подавляют ее Концепция консоциативной демократии претендует на то, что может разрешить противоречия между сегментацией и стабильной демократией Традиционные представления о демократии нередко сводятся к вопросу о выборах Это здесь тоже уже отмечалось Можем вспомнить Макса Вебера и Джозефа Шумпитера Но этот уровень лишь электоральной демократии, конкурентного элитизма Граждане выбирают, а выбранные во власть лица потом автономны и, как правило, неподотчетны Подлинная же демократия предполагает подотчетность власти и возможность граждан влиять на лица, принимающие решения, а следовательно и на сами эти решения Консоциативная демократия воспринимается как немажоритарный механизм разрешения конфликтов и нейтрализации дестабилизирующего влияния субкультурной сегментации И тем самым достижение стабильной демократии сегментировано, то есть расколотом на разные сегменты общества Посредством изменения, можно так сказать, модуса операнди элит По мнению одного из самых влиятельных отцов-основателей этой модели Аренда Левхарда Ключом к достижению политической стабильности в многосоставных обществах является поведение элит Одно из первых данных им определений гласит, что консоциативная демократия – это всеобъемлющее сотрудничество на уровне элит С осознанной целью противодействовать дезинтеграционным тенденциям в политической системе Даже при сохранении гетерогенности на уровне масс, противоречие разрешается на уровне элит Которые от конкуренции переходят в основном к сотрудничеству, что не позволяет линиям раскола дестабилизировать демократическое общество Ведь опять-таки, как уже отмечалось, сегодня наличие глубокого социального раскола представляет собой постоянную угрозу дезинтеграции данного социума Поскольку в Армении, как и в большинстве других стран, всем заправляют элиты, хотя бы я в кавычках поставил это слово И хотя они являются большой частью проблемы, они в то же время являются и частью решения этой проблемы От их позиции и действий зависит, есть ли демократическое будущее и вообще будущее в Армении как суверенного независимого государства Вопрос о том, как обеспечить такое сотрудничество, преодолеть эгоизм и недальновидность элит будет затронут ниже А пока следует отметить, что модель содержит ярко выраженный нормативный компонент То есть консоциативная демократия представляется как предпочтительная желаемая организация многосоставного общества К достижению которого следует стремиться Тем самым она побуждает к законодательному, политическому и социальному действию Как вы хорошо знаете, был введен даже в оборот термин, обозначающий этот процесс консоциативная инженерия Модель не только объясняет, но и претендует на то, что у нее имеется значительный предсказательный потенциал То есть она указывает факторы и условия, которые инициируют и укрепляют такое сотрудничество Агрегирование и артикулирование элитами интересов и потребностей граждан И посредством консенсуса пытаться ответить на запросы общества И что не менее важно, предполагает поддержку социальных групп, не являющихся частью элиты То есть на первый план выходит инструментальная функция концепции И в этом, только в этом случае, по мнению Лепхарта, будет достигнута, как он называет, здоровая демократия И обществу удастся продвигаться вперед без потрясений и насилия Эти факторы, как отмечали многие исследователи, выводятся не из теоретических положений и концепций А индуктивно, из изучения и сопоставления опыта успешно действующих консоциативных демократий Здесь уже упоминались и Голландия, Австрия, Израиль Вы знаете, вот классические работы с 60-х, 70-х, 80-х годов Очень часто рассматривались также Швейцария, Бельгия и Ливан И, кстати, ряд критиков усматривают вот в этом индуктивном подходе слабость концепции Не случайно поэтому эти факторы, то есть содействующие, скажем, факторы Их число варьируется у самого Лепхарта в разные годы от 6 до 9 Но можно остановиться на 4 основных факторах, которые, так сказать, инвариантны, которые всегда остаются Это, как уже отмечалось, небольшой размер страны или численности населения Внешние угрозы, изоляция сегментов и баланс между сегментами Можно говорить о том, что они все взаимосвязаны Если, например, страна небольшого размера, то фактор внешних угроз значительно, скажем, более представляет собой значимый фактор Нежели, скажем, для сверхдержавы и так далее В то же время, когда мы говорим о факторах, следует помнить, что есть и негативные плюсы Не только плюсы, но и негативные факторы Например, как отмечал сам Лепхард, малый размер страны – это и ограниченный резерв талантливых политических деятелей А ведь для вот этой концепции, для этой модели нужны очень способные, как он говорит, мудрые лидеры Очень интересный факт, который, я думаю, следует на него обратить внимание Что среди вот этих факторов, которые содействуют установлению консоциативной демократии Лепхард изначально включил также политическую пассивность масс И почтительное отношение, так можно перевести, деференс К политическому руководству Но на самом деле, потом он это снял, честно говоря Но многие исследователи показали, что действительно для достижения вот того ключевого понятия или факта Как он называет accommodation, то есть достижения определенных компромиссов На основе минимального консенсуса эти факторы важны Но они противоречат, так сказать, основной нормативной модели демократии Подрывают соответственную легитимность этой концепции Поэтому вот эти нюансы очень важны еще и потому, что, как мы видим, факторы, которые он указывает Они вытекают не из самой собственной концепции, а выявляются эмпирическим путем Поэтому, естественно, этот тезис, почему он важен? Что он демонстрирует неэффективность механического переноса заимствования модели консоциативной демократии Без учета специфических реальной конкретной страны, в данном случае Армении Ну, тут можно немножечко о теории поговорить, но я не буду на этом останавливаться Интересно, что, несмотря на широкий диапазон значительно отличающихся версий консоциативной демократии в конкретных странах Этот феномен уже не представляется уникальным Ван Шенделен назвал его эмпирическим универсализмом То есть, иначе говоря, опять-таки, опираясь на эмпирику, на конкретный опыт разных стран Можно учитывать специфику и вырабатывать собственную модель Несмотря на свой позитивный потенциал в плане стабилизации общественной жизни и снятия остроты конфликтов Консоциативная демократия могла бы вызвать озабоченность с точки зрения демократических принципов Если бы ограничивалась лишь сговором эль Кстати, такая версия консоциативной демократии вполне бы устраивала элиты в странах, подобных Армении Но речь идет о совершенно другом типе компромиссов Рассмотрим, в кавычках, правильный тип компромиссов и другие принципы и средства, которые отражают правила игры в консоциативной демократии Прежде всего, элиты должны агрегировать и артикулировать интересы своих сегментов И только на такой основе вступать в большую коалицию Создать, заимствуя термин Ральфа Дарендорфа, картель элит С этим, на мой взгляд, пока большая проблема в Армении Политические элиты, как, опять-таки, сегодня здесь уже отмечалось Выражают интересы очень ограниченного спектра сегментов Элита господствующего сегмента доминирует настолько избыточно, что не видит необходимости реально делиться властью, идти на компромиссы с другими сегментами А ведь согласно модели успешной консоциативной демократии Одним из необходимых условий является осознание элитами опасности, сопряженной с политической фрагментацией Кроме того, антагонизмы между сегментами столь остры, что даже умеренная оппозиция, частично отражающая и выражающие интересы неприверегированных, чтобы не сказать уязвимых и обездоленных, не говоря уже о люмпинизированных сегментах, не может позволить себе вступать в подобную коалицию Большинство сегментов, по каким критериям бы их не выделять, не имеют представительства и тем более пропорционального представительства во всех органах власти Трудно представить себе, что господствующая элита Армении согласится на принцип пропорционального представительства сегментов Тем более она не согласится с еще одним ключевым принципом консоциативной демократии, взаимного вета сегментов по принятии наиболее значимых решений А последний важнейший принцип это автономия сегментов не применим к Армении, так как территориально или хотя бы институционально сегменты не делимитированы И наконец нельзя не заметить, что база для общенационального консенсуса, здесь уже говорилось о выработке общенациональной идеи, сужается и окончательно не исчезла только вследствие наличия внешних угроз Как и в большинстве постсоветских стран в Армении, проходила ненасильственная, но принудительная гомогенизация в культурном измерении В широком смысле, в идеологическом, религиозном, лингвистическом плане и собственно культурном, на фоне растущей гетерогенизации в экономическом, политическом и как следствие социальном плане Следует отметить, что экономически, а теперь уже и политически господствующие социальные группы, все более успешно навязывают остальному обществу свои субкультурные нормы, вкусы и предпочтения Которые далеко не всегда соответствуют стандартам подлинной или если угодно высокой культуре и даже стандартным нормам цивилизационности В этих условиях сложно добиться гомогенизации политической культуры Согласно марксизму, о чем опять-таки сегодня говорилось, невозможно, поскольку в капиталистическом классовом обществе противоречия носят антагонистический характер и применить их невозможно Попытки скрыть эти противоречия опираются на использование агентов социализации и ресоциализации, то, что Антонио Громши называл институтами геемонии, средствами производства консенсуса, а Луи Альцюсер, идеологическими аппаратами государства Но в современных условиях традиционные средства и институты уже недостаточно эффективны, поэтому им придется, видимо, искать новые Но Леггард и его сторонники и даже критики считают, что подобные им противоречия возможно разрешить или, по крайней мере, минимизировать при нахождении своей модели демократии Для него это консоциативная демократия, для многих, опять-таки, сегодня говорилось, консенсусная демократия, для Мартина Эбермана это демократия примирения В следствии вышеизложенного только весьма скептически можно оценить перспективы эмпирической применимости концепции консоциативной демократии в реалиях Армении Тем более, если учесть, что некоторые отмечаемые концепции негативные индикаторы, точнее, было бы сказать, явления, которые подрывают возможность достижения такой демократии в наличество Это, прежде всего, отсутствие ответственных элит, это реальная возможность социальных потрясений, насилие, как социально приемлемая норма поведения, как сказали бы социологи, происходит брутализация повседневной жизни Как, я думаю, вы согласитесь с этим, и различные формы серьезного недовольства значительной части населения стран Однако, теоретически, потенциал концепции тем не менее значительен, и его всестороннее исследование представляется необходимым целесообразным И, наконец, последнее замечание, оно, конечно, очень преждевременно, но я бы хотел обратить ваше внимание на то, что следует иметь в виду, что при всей своей потенциальной эффективности Консоциативная демократия всего лишь одна из возможных стадий эволюции конкретного социума Тем более, в условиях повышенного динамизма, изменений и преобразований современной цивилизации, которую Ульер Бек метко охарактеризовал как текучую флуид Поэтому необходимо сформулировать хотя бы на уровне гипотез перспективу стратегии выхода из этой стадии, а точнее перехода к иной модели Ведь чем более эффективной окажется консоциативная демократия, как, например, в Голландии Тем быстрее ранее изолированные социальные и субкультурные сегменты будут сближаться и пересекаться То есть многие различия между ними будут нивелироваться Что поставит вопрос о вероятной исчерпанности потенциала дальней модели И о смене ее одной из форм мажоритарной или иной демократии или отката к авторитаризму Благодарю за внимание Субтитры создавал DimaTorzok